Всем привет, с вами Андрей. В сегодняшнем выпуске вас ждет еще один конкурент Tesla Cybertruck. Audi показала электровнедорожник Q4 e-tron с AR-дисплеем. Представлен прототип Феникса, первого самолета на жидком водороде. Голландская актриса Стейн Франсен сделала татуировку с помощью дистанционного робота. На эти темы мы поговорим сегодня в выпуске. Подписывайтесь на канал. Я желаю вам приятного просмотра. Погнали! Калифорнийский стартап Кену, основанный выходцами из BMW под выпуск электромобилей особого назначения, представил батарейный пикап. Безымянный пикап, как и пассажирский шаттл LV, вместе с фургоном MPDV для служб доставки, базируется на платформе скейтборде, которую стартап разработал своими силами. Автомобиль будут оснащать одним или двумя электромоторами. Причем в последнем случае суммарная мощность установки составит 608 лошадиных сил. Дальность хода по сегодняшним меркам скромная – 320 с небольшим километров. При этом Кену позиционирует бескапотник как автомобиль для путешествий, выездов на природу и, конечно же, как рабочую лошадку. И для этого в нем предусмотрели несколько интересных решений. Например, грузовую площадку можно увеличить с помощью выдвижной секции. Причем на торцах распашных створок есть дополнительные стоп-сигналы, а на подвижной части пола крепление для номера. В откидную крышу переднего багажника пикапа встроен столик с розетками, плюс дополнительные рабочие поверхности с легким доступом к точкам отбора энергии образуют откидные борты. Под ними скрытые подножки и многофункциональный отсек. Последний можно использовать как аптечку, запираемый сейф для ноутбука или как небольшой холодильник для напитков и закусок. Также в списке оснащений есть специальные разделители для груза и вспомогательная подсветка по периметру платформы. А опционально для пикапа можно заказать багажник на крышу. Наконец, электрокар уже изначально приспособлен под установку палатки. В длину пикап Кэну достигает 4,6 метра в базовом варианте, либо 5,4 с выдвинутой секцией грузовой платформы. Колесная база 2,8 метра, на 4 см короче, чем у Tesla Model Y. Заявленная грузоподъемность 816 кг. Накладки на пороге и колесные арки электрокара сделаны из пластика, а передний и задний бамперы отличаются интегрированными буксировочными проушинами и защитными металлическими пластинами. Цену пикапа Кэну пока не раскрывает, однако предзаказы собираются принимать уже во втором квартале этого года. Поставки запланированы на 23-й. Между тем, в этом сегменте уже присутствуют Tesla Cybertruck, Rivian 1T, Bollinger B2 и Lottstown Ennions. Не дожидаясь официального представления электровнедорожника, Audi показала лаконичный интерьер нового Q4 e-tron с впечатляющим дисплеем дополнительной реальности. Базовые характеристики машины компания тоже огласила, а все остальные подробности мы узнаем в апреле. На автошоу в Женеве в 2019 году, где Audi представила концепт Q4 e-tron, немецкий автопроизводитель пообещал начать выпуск серийной модели в конце 2020 года в качестве пятой электромодели бренда. Задержка оказалась незначительной и оправдана тем, что внедорожник Q4 e-tron станет первым автомобилем компании на электроплатформе Volkswagen MIP. Она должна обеспечить улучшенную производительность и более конкурентоспособную цену. Теперь перед официальным анонсом Audi решила сперва представить салон серийной модели внедорожника, главной изюминкой которого стал AR-дисплей перед водителем, обеспечивающий ему расширенный обзор, более точную навигацию и продвинутую анимацию. К примеру, система помечает разделительную линию на дороге красным цветом, отслеживает впереди идущий транспорт при использовании адаптивного круиз-контроля, указывает ярко-голубыми стрелками направление движения. По словам Audi, новая AR-система получает и обрабатывает одновременно свыше 1000 сигналов от датчиков по всему автомобилю. На их основании система решает, где разместить элементы дополнительной реальности и как удержать их на нужном месте, даже если машина едет по ухабистой дороге. Для большого экрана, на котором отображается много динамической информации, это особенно важно. Каким именно образом это достигается, пока неизвестно. Придется подождать до апреля, когда Audi представит электромобиль официально. Также у Q4 e-tron самый большой среди автомобилей Audi сенсорный экран, с диагональю 11,6 дюймов. Новым стал и руль, на котором вместо привычных кнопок теперь сенсорные, с тактильной технологией, дающей ощущение нажатия. Кроме того, компания огласила базовые параметры паркетника. Длина 4,59 метра, ширина 1,86 метра, высота 1,6 метра, что довольно много для компактного SUV. Это чуть меньше, чем оригинальный e-tron или Tesla Model Y. Колесная база 2,76 метра, длина салона 1,83 метра, багажник на 520 литров, а если сложить задние сидения, то и на 1490 литров. Команда студентов из Нидерландов взялась за решение проблемы жидкого водородного топлива для авиации дальнего действия. Они разработали первый в мире самолет на жидких водородных элементах и представили прототип в масштабе 1 к 3. Первый его полет запланирован на июле этого года. По расчетам, самолет сможет преодолевать 500 километров, расходуя на такой перелет 1 килограмм жидкого водорода. Полноразмерная версия будет летать уже на 2000 километров, расходуя всего 10 килограмм водорода. Жидководородные системы способны аккумулировать в три раза больше энергии на массу, чем газообразные. Другими словами, крупные лайнеры на жидком водороде могли бы летать на большие расстояния, чем те, которые сжигают ископаемое топливо. Подвох в том, что у жидкого водорода отвратительная плотность на объем, так что приходится отводить больше места для топлива в самолете, что увеличивает аэродинамическое сопротивление. Будучие инженеры собираются оснастить водородной силовой установкой двухместный электропланер E-Genius, разработанный коллегами из Германии. Прототип получил название Phoenix. У него будет бак с 10 килограммами жидкого водорода, который обеспечит дальность полета 2000 километров или 10 часов. Уменьшенная в три раза копия поскромнее. Размах крыльев 5,7 метра, масса 50 килограммов, криогенный бак на 1 килограмм топлива, которого хватает на 500 километров. Водород хранится при температуре минус 253 градуса по Цельсию и согревается до 0 градусов при помощи сложной системы трубок, перед тем, как пройти через полтора киловаттный топливный элемент, чтобы зарядить буферную батарею. Полноразмерный Phoenix уже в процессе сборки. Его покажут летом, а полетит он на газообразном топливе в 22 году. Первый полет на жидком водороде намечен на 24. В рамках рекламного проекта для компании T-Mobile Netherlands телеведущая Стейн Франсен сделала себе татуировку, причем сделала ее дистанционно с помощью робота с поддержкой 5G. Профессиональный татуировщик Уэс Томас выполнил татуировку Франсен, удаленно управляя роботом-манипулятором, который прошел машинное обучение, позволяющее контролировать положение руки человека и нанесение на нее рисунка. На разработку робота и ПО для него лондонскому технологу Наэлю Дрю потребовалось несколько недель интенсивной работы. Для обработки технологии нанесения татуировки на тело пришлось испортить множество предварительно очищенных ореховых тыкв. Процесс татуирования Стейн Франсен перенесла весьма спокойно под контролем потенциометра, который следил за поверхностью руки, чтобы игла не проникла слишком глубоко под кожу. Эксперимент закончился благополучно, в то время как Тимобайл данный зрелищный трюк проделала, конечно же, с целью продвижения 5G. Создатели робота смогли продемонстрировать возможности своего творения и потенциал машинного обучения. На этом я буду заканчивать. Благодарю вас, что вы досмотрели этот выпуск до конца. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайк и не забудьте написать комментарий внизу. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить следующий выпуск. Ну а я буду с вами прощаться. С вами был, как всегда, Андрей. Я желаю вам отличного настроения. До новых встреч!